Госэнергогазнадзор разъясняет школьникам и их родителям основные требования электробезопасности. Своевременное обучение зам безопасного поведения в быту намного практичнее, чем какие-либо запреты. Это поможет сохранить жизнь и здоровье ребенка. Проверьте состояние электроприборов и удлинителей, которые не используете, на наличии повреждений, трещин или оголенных проводов. Не используйте электроприборы-удлинители с поврежденной изоляцией проводов и корпусов. Не протирайте включенные электрические приборы мокрой тряпкой, а также объясните это своим детям. Уходя из комнаты или из дома на длительный срок, обязательно выключите работающие электроприборы. Не оставляйте включенными в сеть электрические приборы в ванной комнате и не разрешайте детям в ванных комнатах самостоятельно пользоваться электрическими приборами, в том числе зарядными устройствами мобильных телефонов. Дети должны знать меры безопасности во время игры во дворах. Не приближаться к оборванному лежащему на земле проводу ближе, чем на 8 метров. Объясните детям простые меры безопасности во время игры во дворах. Не приближаться к оборванному лежащему на земле проводу ближе, чем на 8 метров. Не играть около трансформаторных подстанций и под линиями электропередач. Не влезать на поры линий электропередачи и не набрасывать на провода воздушных линий всевозможные предметы. Не открывать двери и щиты электроустановок. Ежегодно фиксируются случаи электротравматизма среди населения, связанные с проникновением к проводам воздушных линий электропередачи. Отправляясь на отдых на природу, не устанавливайте палатки, не разводите костры, не запускайте воздушные змеи и не осуществляйте рыбную ловлю вблизи и под проводами линий электропередачи. Следует обращать внимание на знаки безопасности. Не допускать ловлю рыбы под воздушными линиями электропередачи. Это может привести к поражению электрическим током. Если вы купили своему ребенку удочку, то обязательно объясните ему, что при выборе места рыбалки смертельно опасно ловить рыбу в местах, рядом с которыми проходят воздушные линии электропередачи. А также проходить с разложенной удочкой под проводами воздушных линий. Наряду с электрической энергией не менее важную роль в жизни человека играет тепловая энергия, которую используют для отопления, горячего водоснабжения, жилых домов и организаций. Нужно помнить, что тепловая энергия и оборудование, связанные с ее передачей и использованием, могут также быть опасными. Гражданам необходимо соблюдать осторожность при нахождении вблизи теплоиспользующего оборудования, трубопроводов пара и горячей воды, помещений и сооружений, где расположены теплоустановки и тепловые сети. Так как существует опасность получения механических повреждений и травм, ожогов от воздействия высоких температур. В свою очередь, родители обязаны объяснить правила безопасности своим детям. Для снабжения тепловой энергии на квартирных жилых домах и организаций в городах проходит сеть трубопроводов тепловых сетей. В основном тепловые сети расположены под землей. Дети должны знать, что пытаться открывать люки, спускаться в тепловые камеры крайне опасно. Колоссы имеют большую глубину, над ним могут находиться жидкости, скапливаются ядовитые газы, дыхание которых может привести к потере сознания и даже смерти. Запрещается приближаться к открытым колоссам и колоссам с поврежденными люками. Во время подготовки к отопительному сезону, а также при авариях на тепловых сетях, специализированные организации проводят профилактические ремонтные работы на трубопроводах и оборудовании тепловых сетей. Проведение таких ремонтных работ связано с определенной опасностью для граждан, и особенно детей. Большую опасность вызывают и порывы трубопроводов тепловых сетей. В этом случае в месте порыва под асфальтом либо дерном может образоваться промоина, заполненная горячей водой. В месте порыва из земли обычно поднимается водяной пар. Попадание в такую яму может привести к трагическим последствиям. Необходимо помнить, что температура горячей воды, проходящей по трубопроводам, может достигать более 100 градусов, а температура пара более 300 градусов Цельсия. Даже легкое прикосновение к трубопроводу с такой температурой приводит к серьезным ожогам. В жилые дома другие здания подключаются к тепловым сетям теплоисточников с помощью специального оборудования, расположенного в тепловых пунктах, отдельных помещениях, расположенных в самих зданиях или отдельно стоящих. Дети должны знать, что проникать в помещения индивидуальных и центральных тепловых пунктов категорически запрещено. Дети должны знать, что проникать в помещения индивидуальных и центральных тепловых пунктов категорически запрещено. Также необходимо объяснить, что дома, в школе, в других отапливаемых помещениях, которые они посещают, важно быть аккуратными с радиаторами отопления. Нельзя садиться на отопительные приборы, наступать на них ногами, наносить удары по радиаторам или подводящим трубопроводам. Открывать или закрывать задвижки, вентили, экраны на любых трубопроводах тепловых сетей запрещено. Продолжение следует...